Привет! Как всегда, с вами снова Морсов. Я внезапно решил сделать ещё один урок. Он как бы не совсем по СФМ, а больше по теоретической части, описывающий основные способы анимирования. Но начинающим СФМщикам, которые хотят делать качественные анимации, он определённо будет полезен. Прежде чем мы начнём, скажу вот что. Если вы всерьёз намерены заниматься анимацией, советую почитать книгу Ричарда Уильямса «Набор для выживания аниматора». Она есть на русском языке, ссылку я оставлю в описании. Многие вещи, которые я здесь скажу, были взяты именно оттуда. Да, книга в основном про 2D анимацию, но принципы, которые в ней раскрываются, вполне могут быть использованы и на трёхмерном поле. Так вот, существует два основных способа создания анимации, и ещё один, который вытекает из первых двух. Первый способ представляет собой пошаговое анимирование, кадр за кадром, поза за позой. То есть вы просто создаёте первый ключевой кадр, за ним второй, третий и так далее. Благодаря тому, что кадры идут один за другим, вам будет проще придать движениям естественную плавность. Но у такого способа есть и минус. Ща поясню. Вот у вас есть в голове готовая анимация, и вам надо просто перенести её из головы в монитор. У анимации есть начальная точка, конечная, ну и что-то посередине. Так вот, когда вы только на начальной точке, вам может быть сложно понять, как прийти к конечной. Кроме того, анимация может получиться слишком медленной и затянутой. Я пользовался этим способом, когда только начинал постигать с FM, и получалось примерно так. Второй способ заключается в следующем. Мы создаём несколько ключевых кадров, допустим, начальный, конечный и два посередине. Это если анимация короткая, так-то их может быть и больше. Затем между этими кадрами создаём ещё по одному или по два. Затем между получившимися кадрами создаём ещё, и так делаем, пока итоговый результат не будет нравиться. Плюс такого способа в том, что становится гораздо проще ориентироваться в анимации. Вы видите два кадра и примерно представляете, что должно быть между ними. Вы делаете кадр между ними и понимаете, что кадров должно быть больше. Вы можете сразу заметить, что анимация слишком быстрая или слишком медленная, и исправить это дело. Из недостатков Ричард Уильямс в своей книге выделяет утрачивание плавности движений, но мне сложно сказать, будет ли она утрачиваться в 3D-анимации. Ну и чисто субъективщиной от меня, на первых порах этот способ кажется слишком сложным. Я долгое время не любил его и использовал в основном в коротких анимациях, типа такой. Ричард Уильямс выделяет ещё один способ – комбинирование первого и второго. И лишь недавно я вроде как понял, как правильно это использовать, и сейчас постараюсь вам объяснить. В общем, в первом способе мы используем режим перехода между кадрами Spline. Так создаётся плавное и гладкое движение. Во втором используем stepped. Так получается то, что в народе называется блокинг. Идеальный способ заключается в следующем. Мы создаём основные фазы в режиме stepped, а затем создаём промежуточные кейфреймы в режиме spline. Но важно создавать ключи не для всех костей модели сразу, а желательно для каждой отдельно. Например, сначала руки, потом туловище, потом ноги. Разумеется, порядок может быть другой, тут зависит от ситуации. Конечно, не мне судить, но по-моему моя анимация значительно улучшилась, когда я понял суть этого способа. В последних видосах я использовал именно его. Что ж, это всё, о чём я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, эта информация вам пригодится. Если это так, не забывайте подписываться и лайкать. А если вы очень щедрый человек, то можете ещё и задонатить. Я, конечно, не настаиваю, но...